Итак, первый блок у нас посвящен протоколу HTTP, что это вообще такое, какие запросы бывают, что такое REST API и как все это дело работает. Вообще, давайте перейдем ко второму слайду. Эту презентацию я также после занятия закину в раздатку, сможете скачать, если вам это надо. Смотрите, у нас при обмене есть клиент и сервер, то есть начальная точка и конечная точка. Есть запросы и есть ответы. Соответственно, запросы это, допустим, в 1С это запрос и ответ. В других системах, если вы будете читать какую-то документацию, везде обычно пишут реквест и респонс. Соответственно, очень хороший параллель получается у нас с HTTP запросами и ответами. Это у нас, если брать реальный мир, это у нас почта. То есть вы берете конверт, пишете там индекс, пишете отправителя, пишете там получателя, указываете, что, допустим, на конверте можете написать, что внутри содержится, можете вообще ничего внутри конверта не положить и это письмо отправить. Оно, соответственно, выполняет, идет получателю, получатель формирует свое письмо, пишет обратно вас как получателя, себя как отправителя, указывает, что внутри письма и отправляет вам обратно. И, в принципе, HTTP протокол это у нас это самое и есть. То есть это обычные текстовые данные, которые пуляются туда-сюда от сервера клиента. То есть клиент это тот, кто запрашивает данные, сервер тот, кто отдает данные. Вот у нас сейчас на слайде GET запрос простейший. Желтым у нас указан вид запроса, то есть GET зелененьким. Это адрес ресурса, к которому мы обращаемся. Бирюзовым это у нас версия протокола. Сейчас в основном используется версия протокола везде HTTP версии 1.1. Сейчас все активно переходят на версию протокола HTTP версии 2.0. Но 1.0 пока умеет работать только с версией протокола HTTP 1.0.1. Поэтому если какие-то сервисы работают только через протокол HTTP версии 2.0, то взаимодействовать с ними из 1.0 стандартными средствами 1.0 не получится. Также вот в этом запросе, в этом текстовом, скажем так, файлике с серым выделены заголовки запроса. Это я объясню чуть попозже. Пока что вот так просто на слайде показываю, как выглядит обычный HTTP запрос. Это, грубо говоря, вы можете в текстовом редакторе это дело написать и спокойно отправить с помощью специальных утилит. Вот чтобы вот этим всем не заниматься, формированием вручную, и существует в различных языках программирование, в том числе и один из специальных объектов для формирования вот этих вот запросов и обработки ответов. Давайте посмотрим, есть еще вот пост-запрос. Пост-запрос очень похож у нас на GET-запрос. Также желтенький у нас выделен вид запроса, пост. Пост-запрос, потом пробел идет адрес ресурса, к которому мы обращаемся, пробел версии протокола. Потом идут подряд несколько строк, это заголовки нашего запроса. Потом идет обязательно пустая строка, и после этой пустой строки могут идти произвольные данные. Соответственно, у нас в этих произвольных данных, здесь вот синим выделено, я передаю XML. Как видите, у нас здесь есть заголовок ContentType, где мы указываем, что мы передаем XML. И, соответственно, ContentLand у нас есть заголовок такой, где мы указываем длину нашего тела запроса. Это нужно для того, чтобы принимающая сторона понимала, что мы ей передаем, как ей эти данные обрабатывать. Очень актуально, если вы будете отдавать какие-то данные браузеру. Я это покажу. То есть браузер понимает вот эти заголовки, считывает. Но это все будет дальше. Очень популярно такое понятие, как RestApp. Наверное, вы многие слышали, если особенно сталкиваетесь с интеграциями, везде пишут RestApp, RestApp, RestApp. Что это, в принципе, такое? Давайте дальше. RestApp у нас есть очень у многих сервисов. И, скорее всего, если вы будете сталкиваться с интеграциями, вы будете это работать с конкретным RestApp. Допустим, здесь вот я отобразил, если вы будете писать свое RestApp на 1С, тогда оно у вас будет примерно вот такой вид иметь. То есть, если вы скачали последнюю версию раздатки, я вот ее буквально перед заданием обновил. Там у нас добавлен, расширен у нас шаблоны по работе с номенклатурой, шаблон Product. И далее я буду более детально объяснять все это дело. RestApp – это у нас не стандарт, это у нас не протокол. Это у нас архитектурный подход к созданию API. То есть, определенных функций, которые у нас должны быть реализованы. Это, скажем так, паттерн. Может быть, кто-то слышал. Наверное, сейчас многие слышали, что паттерны, различные паттерны применяются там-то, там-то. Рестапи можно назвать и паттерном, в какой-то степени. Потому что он описывает определенные правила формирования запросов и ответов. То есть, давайте я открою конфигурацию, серверную часть. В прошлом занятии по RestApp было не так сильно уделено внимание. Сейчас я вот работал. Вот у нас здесь есть в HTTP-сервисе обмен. Есть шаблон ProductAll и Product. Это, в принципе, относится к одному RestApp. Будем смотреть это потом. Что как внутри устроено. Почему их сделано два шаблона? Потому что, допустим, вот здесь я указываю, что этот шаблон может принимать у нас любые параметры с звездочкой. А здесь я указываю, что у нас должен обязательно передаваться параметр. После нашего слэша должен передаваться параметр код. И, соответственно, вот этот параметр обрабатывается с помощью вот этих вот функций. Давайте все более глубоко я буду показывать потом. Сейчас мы просто запустим программу Postman. И я покажу, как это RestApp у нас работает. То есть вот у нас на презентации есть у нас общий шаблон. Допустим, у нас есть справочник номенклатура. И мы хотим получать этот справочник из 1С. Получать его, добавлять в него товары, обновлять товары. Удалять товары. То есть, соответственно, у нас должно быть реализовано несколько функций. В данном случае 5 функций. Для запросов VitaGet получить все товары. Если мы передаем код нашего товара, мы выполняем опять же Get запрос, мы получаем конкретный товар. Если мы выполняем Post запрос, мы добавляем товар. Если мы выполняем Put запрос, обновляем товар. И если Delete запрос и указываем идентификатор, туда мы удаляем товар. Более подробно я расскажу позже. Сейчас просто я покажу, как это дело работает. Итак, программа Postman. Очень полезная программа для отладки HTTP сервисов. Надеюсь, вы ее все уже установили. И получается... Давайте я вот прошлый раз не показывал, по-моему, занятия. Вот вы конфигурацию себе установили. У вас должен быть установлен уже веб-сервер. Все должно работать, если вы по инструкции сделали. Получается... Так... Публикация на веб-сервере. Нажимаете Да. Указываете название вашей публикации. Указываете папочку, где у вас находятся сайты. Это в настройках Apache. Вчера на занятии я показывал. Вот у меня конфигурация Apache. Вот здесь документ root. 3W. Ну, можете хоть как называть их. И, соответственно, там я внутри создал папочку srv1s. Проставил здесь везде галочки. Тут много лишнего, конечно. Нам интересуют сегодня именно наши HTTP сервисы. Вот наши два HTTP сервиса. Тоже галочки стоят. Чтобы отлаживать HTTP сервисы, у нас, во-первых, должна быть включена отладка через HTTP. HTTP сервис. Параметры. Отладка. Отладка по протоколу HTTP использовать. Указываем локальный адрес сетевой карты. Если не знаете, где найти, напишите, я покажу. Диапазон портов. Ну, тут любой порт может указать. Вот у меня 6100 указов. Применить. Если у вас раньше это не было настроено, тогда вам необходимо будет... Ну, 1С скажет, что надо перезапустить конфигуратор. Перезапускаете. После этого идете сюда. Администрирование. Публикация на веб-сервере. Проставляете все галочки. Включаете. Вот так у вас будет включена не разрешена отладка. Надо включить разрешено протокол HTTP. И адрес сервера отладки проставится у вас автоматически. Если у вас все заполнилось, значит у вас все должно заработать. Нажимаете опубликовать. У меня публикация просто обновляется. У вас она будет размещена впервые. Предлагает перезапустить Apache, но возможно Apache не перезапустится. Поэтому идем в службы. Находим Apache. И вручную его перезапускаем. Если что-то не работает, бывает так, что он подвисает, перезапускайте Apache. Итак, вот у нас наш HTTP сервис опубликован. Чтобы получить доступ к HTTP сервисам, разработанным в 1С, нам надо обратиться к нашему веб-серверу. Вот так у нас локалхоз. Поскольку у нас локальный веб-сервер. Если у вас будет где-то расположен реальный веб-сервер, там будет у вас, допустим, какое-то доменное имя или IP-адрес. SRV 1С, это, как вы помните, это публикация нашей информационной базы. Давайте я покажу здесь. Когда вы публикуете базу, у вас в этом конфигурационном файле Apache, HTTP.com, появляются определенные записи. Вот, видите, появилась запись, указывающая SRV 1С, наш сервер, где настроена эта публикация. Ну и тут всякие служебные данные, которые вам, на них, в принципе, обращать внимание не надо. То есть у вас обязательно должна в конфигурационном файле Apache появиться вот такая вот вещь. для того, чтобы вы, ну, то есть указывающие на то, что у вас публикация прошла успешно. Итак, вот так у нас получается. Обращаемся к нашему локальному веб-серверу. Далее слэш. Далее SRV 1С, это публикация нашей информационной базы. HS, это у нас зарезервированное имя, указывающее, что мы обращаемся к HTTP-сервисам. Далее, EXT, это вот здесь в нашем HTTP-сервисе. У каждого HTTP-сервиса есть корневой URL. У корневой URL, у конкретно вот этого сервиса admin, у нас EXT. Ну, сокращенно я написал, от Exchange. У Telegram, у нас, который мы в конце рассмотрим, у нас корневой URL-TG. То есть HTTP-сервисов в 1С вы можете наделать превеликое множество в вашей базе. И, соответственно, у вас все это будет... Разделяются они с помощью вот таких корневых URL-ов, скажем так. Можете писать какие-то более длинные названия. Я для теста написал короткие. Итак, обращаемся к нашему HTTP-сервису обмен, то есть EXT, и к нашему шаблону products. Вот он наш шаблон. Итак, сейчас откроем. Products у вот этих вот двух шаблонов. Просто у этого указано еще после слэша код, специальный параметр, который может принимать наш HTTP-сервис. А здесь вот этот шаблон у нас принимает любые запросы. Здесь звездочка стоит. Итак, давайте зайдем в Postman и просто сделаем GET, получить все товары. Пока что давайте не будем вникать в суть того, как все это дело формируется и возвращается. Я сначала все-таки хочу показать больше теоретическую часть. Потом мы будем смотреть, как все это внутри устроено. Так. Здесь у нас получается... Возвращается у нас JSON. Если мы посмотрим... Здесь у нас есть обязательный параметр RESPONSE и ERROR. Я это покажу, как это дальше мы формируем, когда будем внутри все ее изучать. И получается у нас есть NULL. ERROR возвращается, и в RESPONSE у нас возвращается массив. Массив в JSON обозначается вот такими квадратными скобочками. Внутри этого массива у нас есть структура, обозначающаяся фигурными скобками. И внутри этих структур у нас есть ключи и их значения. Это у нас наша номенклатура. Если мы сейчас запустим нашу серверную часть... У вас этих данных нет, у вас просто конфигуратор. Можете добавить какие-то данные производства. Так, странно, почему-то у меня 1С не запускается. Давайте попробуем все-таки перезагрузить. Вот у нас есть справочник номенклатуры, вот его коды. И у нас, соответственно, вот мы эти данные и получили из нашей 1С. Это мы реализовали, вот этот первый, получить все товары. Мы выполнили get-запрос к этому ресурсу products. Вот мы выполнили get-запрос. В постмане вот здесь указываются, какие запросы мы посылаем нашему сервису. И просто мы обратились вот к нашему HTTP сервису products. Теперь, если мы хотим получить какой-то конкретный товар, согласно архитектуре, допустим, в REST API, да, мы должны выполнить get-запрос и указать вот этот, после нашего шаблона, указать, допустим, какой-то идентификатор или код товара. Это уже реализуется программно. Потом я покажу, как это внутри делается. Берем в постмане, допустим, товар 4. Вот сюда код его вставляем. Вот так вот. Нажимаем send и получаем в ответ только товар номер 4. Так, если мы укажем, допустим, товар 10, у нас возвращается пустой, поскольку товара с кодом 10 у нас нет. Так, ладно, давайте уберем. Вот у нас получается товар 4 и он у нас возвращается. Следующее, что мы можем сделать, мы можем добавить товар. Для этого нам надо выполнить пост-запрос, а внутри этого запроса, соответственно, мы должны поместить какую-то структуру. Опять же, мы ее формируем в виде JSON. То есть, когда вы будете делать какие-то интеграции с другими сервисами, либо какие-то сервисы, писать вот такой рестапе для какого-то сервиса, вы всегда в основном будете обмениваться в формате JSON. Это сейчас повсеместно используется, поскольку, допустим, делать разбор XML на стороне сайта, это будет для тех программистов, кто делает на сайте, и это очень тяжело. Поэтому берем, и, ну, как это правило хорошего ТОНа, обмениваться между системами в формате JSON. Но если вы обмениваетесь из 1С с 1С, допустим, через HTTP сервис, у вас какой-то обмен между базами 1С идет, тогда вполне прием, очень удобно применять Текст-ДТО с реализацией. Я покажу это чуть позже. Так, сейчас подождите, я чуть позже отвечу на вопросы. Пока сначала покажу полностью работу этого рестапе, потом посмотрим на ваши вопросы. Так, выполняем, меняем на запрос пост. Вот здесь в строке запрос удаляем, поскольку нам надо обратиться просто к нашему сервису продукт. Здесь, поскольку у нас пост и запрос, нам вот здесь, в верхней части, надо передать в боди JSON. JSON мы передаем просто как бы структуру. Давайте сделаем, добавим товар номер 8, и вот просто название будет товара 8. Отправляем в пост запрос. Посмотрим, что у нас приходит здесь внизу. У меня экран маленький, сразу оба окна не умещаются. В верхнем окне это то, что мы посылаем нашему HTTP сервису. В нижнем окне это то, что мы от него получаем ответ. Я тут во всех процедурах возвращаю код, если успешно операция закончилась. То есть код 8, был добавлен товар с кодом 8. Если мы сейчас зайдем в 1С, обновим, вот у нас появился товар с кодом 8. Также мы выполним, если get, запрос опять для получения всех товаров. Мы увидим вот здесь внизу, что у нас появился товар, наш добавлен товар. Так, далее. Далее нам необходимо по вот этой архитектуре RESTAP организовать обновление товара. Обновление делается с помощью метода PUT вызываемого. Указываем продукт, указываем его идентификатор и какие данные будем обновлять. Из посткана вызываем PUT, указываем продукт, указываем, изменим товар давайте номер 4. То есть после слыша указываем параметр 4. И вот здесь в теле запроса указываем, что это у нас будет товар, допустим, но код у него встанет, давайте тот же, а здесь добавим товар номер 44. отправляем запрос, смотрим ответ. Ошибок нету, все хорошо, давайте посмотрим в 1С. Товар номер 4 стал у нас товар номер 44. И код остался тот же самый, но в принципе мы могли и код тоже поменять. И последнее у нас по вот этому архитектурному подходу нам надо сделать удаление, то есть удалить товар. Для этого вызываем опять ресурс продукт и передаем код товара. Идем в постман, меняем просто тут на дилет, на изменения. На удаление команду посылаем, скажем так, указываем какой код товара нам надо удалить. Нажимаем send. Смотрим здесь внизу, все, ошибок нету. Смотрим в 1С. Товар номер 4 удалился у нас. Попробуем получить список всех товаров. Все, товара с номером 4 нету. Вот такая вот у нас реализация нашего рестапия. Как это все реализовано, я покажу потом, чуть-чуть попозже. Пока я просто показал эти вот функции, что они, допустим, для номенклатуры реализованы. Если вы добавляете сюда какую-то работу еще с какими-то данными, допустим, с контрагентами, с заказами, вы для каждого делаете свой шаблон. Допустим, если у нас для номенклатуры продукт, для заказов можете сделать, допустим, шаблон orders. Это очень распространенный шаблон. Для контрагентов, допустим, я не знаю, как по-английски назвать контрагентов. Тоже какой-то общий шаблон. И у каждого из этих шаблонов должны быть реализованы свои функции. И они должны быть реализованы, вот эти вот основные пять функций. Тогда ваше RESTAPE будет, можно сказать, полноценно. Так, по программам в раздатке, которые были, у нас там помимо постмана программы, была еще одна программа, которая называлась FIDLER. FIDLER – это очень такая удобная программа. Она нам нужна для того, чтобы перехватывать запросы. В том случае, если у нас используется какая-то программа, допустим, в постмане, понятно, мы все видим здесь, сами формируем запросы, куда мы отправляем, какие виды запросов мы указываем, да. А если, допустим, как скажем так, давайте, для чего я применяю FIDLER. Если мне нужно сделать интеграцию с каким-то сервисом, обычно для этого сервиса уже существует какая-то программа. Допустим, с Amazon, с 3 есть обмен, и есть с 3 браузер. Чтобы посмотреть, какие запросы нужно формировать правильно мне, да, я иду, устанавливаю эту программу, запускаю FIDLER. FIDLER – это как промежуточное звено, скажем так, да, и начинаю слать запросы к сервису. И подсматриваю, скажем так, эти запросы. Подсматривать запросы здесь можно на вкладочке «Инспектор». Сейчас я «Захват запросов отключения» нажимаю по клавише F12. И если мы так это закроем, если сейчас я включу опять запросы, F12, перехват запросов, и в постмане мы отправим «Get запрос на получение всех товаров». Вот мы этот запрос получили. Мы идем в FIDLER и смотрим, что у нас был. Так, отключу пока захват запросов. Выполнен HTTP запрос. Хост, локал хост, то есть к локальному веб-серверу. У нас видно URL, к которому мы обращались. Вот наш запрос здесь представляется в различных видах. В текстовом виде. Так, в шестнадцатеричном. Вот он, наш запрос. Вот в таком виде он. Виден, как вот здесь в презентации. Вот наш «Get запрос». Видно, да? И здесь в FIDLER также вы можете полностью посмотреть, как он выглядел, когда он сформировался и отправился. То есть вот наш «Get запрос». Вот ресурс, адрес ресурса, протокол, заголовки. Пустая строка. Ну, здесь мы посылаем данные, поскольку у нас здесь вот, хотя «Get запрос», да? Давайте отключим. Но поставим. Еще раз выполним наш запрос. Поскольку в «Get запросе» в тело запроса ничего не передается. У меня еще лишние запросы захватились. Вот наш запрос. В теле запроса у него ничего нету. Есть заголовки. И вот просто наш запрос. Внизу в этом окошке мы видим ответ. Мы видим, что нам вернуло 1С, какие заголовки, какой ответ. 200-й код ответа. Тоже посмотрим потом, что это такое. Посмотрим. Так, давайте посмотрим в сыром виде. Вот он наш ответ. Опять же, все это просто текстовые файлы. Поэтому бояться HTTP запросов это вообще очень простая вещь. Это просто текстовые файлики, грубо говоря, выполненные в определенном формате. Здесь вы можете передавать в теле запросы все, что угодно. Строку, JSON, XML, двоичные данные. Как это все передается, я покажу потом отдельно. После прохождения остальной теоретической части. Итак, фиддлер нам нужен для того, чтобы только подсматривать за запросами. То есть, если вот сейчас я запущу его, опять, захват трафика, у меня в системе стоят какие-то программы, они шлют куда-то какие-то запросы, кто-то там лезет за обновлениями, кто-то еще за чем-то, и все пытаются что-то сделать. Вот какая-то программа, DocLiveNet пытается получить какие-то данные. Я могу посмотреть, какие она данные и куда она ссылается. Так, вот. Еще какая-то программа пошла. Даже не знаю тут. Надо еще разбираться, что за программа. Ну, это майкрософтский, по-моему. Лезет, обновляет, пытается получить какие-то обновления, проверяет. Ну, это сама Windows шлет какие-то запросы. Вот здесь видно, что обрабатываются запросы HTTP и HTTPS. То есть, HTTPS – это защищенный протокол, HTTP – это простой протокол в текстовом виде, который никак не защищен. И если вы будете посылать такие запросы, сидя где-нибудь в кафе, человек может через публичную точку доступа эти данные ваши перехватить, в том числе данные аутентификации. Поэтому работать в общественных местах надо только через HTTPS протокол. Кстати, он по умолчанию в Фидлере не перехватывается. Чтобы он начал перехватываться HTTPS протокол, надо зайти в Tools, Options, HTTPS, и вот здесь галочка у вас отключена будет. Включаете галочку, он попросит установить сертификат, устанавливать его, окей, окей, далее. И все, включаете. После этого у вас включается перехват защищенных вот этих запросов. потому что большая часть программ, которые работают, они работают все-таки через HTTPS. Я бы вам тоже советовал все ваши... Если вы пишете какой-то REST API сервис, HTTP сервис, который будет смотреть куда-то наружу в интернет, веб-сервер обязательно надо настроить для работы через HTTPS протокол. Как настроить Apache? У меня есть видео на канале, можете зайти и посмотреть. Так, ну все. Фидлер подглядывал к нашим отключим, поскольку она... Я показал, для чего он вам нужен. Он перехватывает все сообщения от программ, стоящих в вашей операционной системе. Закрываем. Если будет непонятно что-то по Фидлеру, кстати, можете смотреть... Бывает так, что какой-то вирус сидит у вас в компьютере и шлет куда-то данные ваши, анонимные в том числе, либо просто занимается спамом с вашего компьютера. Поэтому можете запустить Фидлер на своем компьютере, посмотреть, какие программы, куда отсылают какие данные. С помощью него вы можете это выявить и без всяких антивирусов, какую-то вирусную активность на вашем компьютере. Но если это вирусы связаны именно с отправкой данных в интернет. Так, теперь немножко по этому первому блоку еще будет. Здесь я реализовал небольшую обработку браузер. Это, конечно, не полноценный браузер. Такая простая достаточно формочка. Здесь у нас есть адрес, куда мы вводим адрес нашего сайта. Данные HTML. Это все строка неограниченной длины. И там, и там. Тип строка, да? Размещены они на форме. Только у адреса это поле ввода. У данной HTML это у нас... Нет, секунду. Поле HTML документа. И вот это вот поле HTML документа. Сюда мы можем погружать наши HTML странички. И у нас одна командочка выполнить Get запрос. То есть получить все, что вы запрашиваете в браузере. Вот сейчас у меня Яндекс открывается. Это выполнение большей части запросов. Браузер ваш выполняет Get запросы. Кстати, вот то, что мы выполняли в постмане, да? Вот это Get запрос получить все товары. Вы можете скопировать и просто в браузере открыть. Наставить постман и проверить. Вот у нас вернулся JSON. Браузер его нам отобразил. Правда, кодировка у нас страдает. Кодировка не та. Надо будет посмотреть, разобраться почему в непонятной кодировке. Хотя у меня UTF-8 стоит. А, видимо, браузер в заголовке надо еще указать UTF-8, чтобы он понял в какой формат ему надо перекодировать. Вот так вот. Ну, давайте, кстати, можем посмотреть конкретный товар. Также через браузер обращаемся. И вот получаем конкретный товар. Поэтому весь интернет построен вот на такой технологии. Вы делаете запросы, получаете ответы в виде JSON, XML, двоичных данных картинок. HTML-страничек. И вот также здесь я сейчас покажу очень простой браузер, что делается у нас по кнопочке Get-запросы. Я написал Get, чтобы вы четко понимали, какой запрос выполняется. Создается защищенное соединение, поскольку сейчас большая часть сайтов работает через HTTPS. Создается объект HTTP-соединение. Указывается адрес, допустим, адрес ресурса. У нас там Яндекс или что-то еще будет. Здесь указывается параметр защищенное SSL-соединение. Создается еще один запрос HTTP-запрос. Здесь мы просто указываем слэш, потому что мы будем никуда мы там особо переходить не будем. Я просто покажу это самая простейшая реализация. Я просто хотел показать из каких объектов в 1С запросы вызываются. И теперь мы вызываем метод нашего HTTP-соединения. Вызвать HTTP-метод, указываем метод Get и передаем сюда наш запрос. Для чего нужны эти объекты я покажу чуть попозже. Новый HTTP-запрос здесь у нас просто не выполняет никакой нагрузки, не несет. он скажем так ничего не делает. Вызываю метод вызвать HTTP-метод у HTTP-соединения получаем ответ. Из ответа мы получаем тело как строку. Все это есть в документации. Здесь все расписано. Вот здесь есть HTTP-сервисы общие объекты HTTP-сервисы HTTP-запрос ответ какие здесь методы есть какие свойства есть свойства и методом посмотрим чуть попозже вот все это есть у нас в контекстной подсказке и также в ответе методы и свойства тоже посмотрим чуть попозже вот мы выполнили Get запрос в ответ мы получаем HTML-страничку получаем точнее получаем HTTP-ответ объект и используем метод получить тело как строку получаем данные и помещаем в наше поле HTML давайте посмотрим как это выглядит запускаем наш браузер я здесь пишу просто yandex.ru get запрос и вот все у нас наш Яндекс вышел только видите у нас здесь он не погружает стили поскольку наш браузер не не обрабатывает стили то есть мы получили просто голый HTML если мы сейчас здесь остановимся оплатчиком посмотрим выполним еще раз get запрос вот у нас адрес yandex.ru получили ответ это у нас объект HTTP ответ здесь у нас код состояния 200 про коды чуть позже есть заголовки про заголовки тоже чуть позже здесь прям очень много Яндекс нам отослал получить тело как строку смотрим что у нас здесь HTML здесь я не буду открывать сейчас иначе конфигуратор у нас минут на 15 зависит какая такая особенность и вот сразу мы этот наш Яндекс вводим сюда страничку Яндекса здесь просто у нас не подгружен стили у нас это никак не стилизовано получается в стиле потому что здесь не подгружается здесь подгружается чистый HTML код с